всем привет сегодня буду пересаживать свой филадендрон карамель марбу так как он у меня таком контейнере сидит и нужно его пересадить чтобы у него корешочки не приросли вот к этому пластмассовому горшочек потому что там для ножа ничего нет развивается листик очень так хорошо у молодого листика есть прям я вижу неоднородность но не знаю как бы проявится у него варегатность или нет но он у меня стоит под фитолампой прям хорошо освещается я уже говорила у меня просто я его приобрела у меня зеленые листья ну в принципе есть шанс что он проявит свою варегатность очень красивую перечитала много материалов и такой вывод сделала что карамель марбл ну не только карамель марбл ну данное растение карамель марбл может как потерять варегатность так может ее приобрести если растение материнское было варегат но все равно может стать варегатным если какая-то на клеточном уровне если у него остались вот эти клетки до варегатные то он конечно же может и проявить просто для этого нужно очень яркое освещение вот я поэтому и поставила его прям под лампу чтобы ему было прям светло да плюс еще и солнце ну надеюсь я в прошлом видео говорила когда его получила если даже он и не проявит варегатность останутся зеленые листья но они тоже знаете очень красивые посмотрите какие просто лопухи а взрослого растения они еще и больше будут сейчас они около 35 сантиметров в длину а у взрослого экземпляра могут достигать и до 80 сантиметров все мы знаем что филадзендрон относится короидным растениям и для них в принципе одни и те же условия то есть почва должна быть рыхлой воздушная воздухопроницаемой чтобы при поливе вода не задерживалась а стекало дренажное отверстие то есть смачивалась и растение не нужно чтобы болото ему устраивать и и светлое место в принципе все приготовила я грунт вот такой вот он рыхлый хороший питательный меня здесь немного универсального грунта немного кокосового субстрата немного сосновой коры очень мелкой фракции древесный уголь перлит и немного кинула еще удобрения длительного действия осмокот все хорошо я уже перемешала но здесь конечно вот растение корни у него очень такие сильные выбрала я ему горшочек здесь насыпала уже керамзит у меня керамзит вот так вот получается и он уже хороший горшок то есть ему не нужно ни больше ни меньше но есть естественно дренажное отверстие к весне думаю он у меня вообще красавчиком аккуратненько я его просто хочу его перевалить а он уже где-то корешками у меня там прилип уже прирост на хорошо как раз так засыпется то есть как посажено вот это вот корневую желательно не нужно здесь корешок еще его сейчас я буду его присыпать корневую шейку не нужно углублять ну корешочки хорошие у него много корешочков а то у меня в том стоит контейнере и уже знаете как бы листья тяжелые он их переваливает как я буду за ним ухаживать я уже говорила что в первую очередь для него нужно создать хорошее освещение поливать по мере отсыхания верхнего слоя почвы то есть его не нужно заливать ну и из мелкого поливизатора можно его и опрыскивать если сухой воздух в квартире вообще все ароидные они в принципе все любят влажность воздуха и поэтому как бы желательно конечно опрыскивать удобрять удобрять да тоже буду я его удобрять ну раз в две недельки я буду подкармливать удобрение для декоративно лиственных растений сейчас я унесу его на место и покажу где он у меня стоит ну вот поставила я его на место под свою супер лампу думаю что здесь то у него варилятность не проявится здесь у него по соседству стоит аллаказия которую тоже недавно приобретала вот у нее вышел листик один и вот еще четвертый пускает причем знаете промежуток как бы небольшой в общем она стала у меня очень быстро вот эти два листья то есть ей нравится и я тоже ее поливаю знаете не часто поливаю я даю просохнуть грунту немножко и ей это нравится и так же я буду ухаживать и за филадонтроном и так же я ухаживаю и за другим филадонтроном я так же даю грунту подсохнуть так иногда опрыскиваю только и все теплой водичкой увидимся в следующем видео в следующем видео и в следующем видео